В пятницу еще 15-20 активистов в партии Реал вызваны в отделении полиции, сообщил член Меджлиса этой партии Натик Джафарли. При этом он отметил, что за последние два дня четыре активиста партии были арестованы в административном порядке. Еще 15 человек были вызваны в управление полицией Сабаильского и Ясамальского района вечером 30 мая, а к полуночи отпущены после предупреждений. Вызовы в полицию были и в других районах столицы, списки активистов уточняются. Джафарли расценил указанные действия как неадекватную реакцию властей на мирное шествие по случаю Дня Республики. Впервые представители нового поколения без всяких политических лозунгов провели праздничное мероприятие. Видимо, это еще больше разозлило власти. Напомним, что 28 мая в центре Баку состоялось шествие, посвященное столетию Азербайджанской Народной Республики, несмотря на попытки полиции сорвать акцию. Назим Ибрагимов получил новую должность. Бывший глава Госкомитета по работе с диаспорой Назим Ибрагимов назначил председателем Международного центра Низами Гянджави. Ранее Назим Ибрагимов был членом правления центра. В апреле глава администрации президента Рамиз Мехтеев обрушился с критикой на Ибрагимова, обвинив его в растрате госсредств. Деятельность Госкомитета по работе с диаспорой вызвала недовольство. Назим Ибрагимов не справлялся со своими обязанностями. Естественно, президент Ильхам Алиев был осведомлен об этом, поэтому он подписал испоряжение об освобождении Назима Ибрагимова занимаемой должности. Да, комитет проводил определенные международные мероприятия, однако конкретной работы не велось, говорил Рамиз Мехтеев. Международный центр Низами Гянджави – международная организация, действующая с целью изучения наследия видного представителя азербайджанской науки и культуры великого поэта и мыслителя Низами Гянджави и его пропаганды в мире. Азербайджанская армия заняла несколько высот у границ Армении, так заявил Ереван. Многие высоты на Нахчеванском направлении находятся под контролем вооруженных сил Армении. Об этом заявил армянский военный эксперт Аркадий Григорян, комиссирую публикации в СМИ и соцсетях по поводу ситуации на Нахчеванском направлении армяно-азербайджанской границы. По словам Григоряна, азербайджанская сторона действительно заняла одну-две высоты, однако, считает он, это не меняет расклад сил. Основные господствующие высоты у Армении, сказал эксперт. Он отметил, что армянская сторона также интенсивно проводит инженерные работы. Путин отреагировал на запуск Азербайджаном южного газового коридора в Европу. Президент России Владимир Путин прокомментировал запуск Азербайджаном южного газового коридора. Об этом сообщает телеканал «Россия-24». Что касается южного коридора из Азербайджана, мы приветствуем любую экономическую активность в этой сфере. Мы приветствуем диверсификацию поставок энергоносителей на европейский рынок, сказал Путин. Он также подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы складывались рыночные условия. На этом все. Всего доброго. До завтра.